Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, вот мы побывали в музее И соответственно там была вот выставка, точнее не совсем выставка, а инсталляция манги с 50-х-60-х по наши дни И соответственно мы с Юлей были прям воодушевлены вот этой инсталляцией и у нас в голове созрела идея, что надо бы и в России вот это всё провести, потому что если в Японии культура манги более развита, чем у нас, назовём это так У нас, да, опять застои были и так далее, и мы опять возвращаемся в нормальное русло, в Японии со всем этим нормально и соответственно очень много всяких таких инсталляций, выставок и прочее, соответственно мы решили, что надо бы для российского народа донести что да как было Историю манги, правда кратко, вот так что сразу же отвечаем на вопрос, который задали в чате про 70-е, да, естественно такая лекция будет, потому что на самом деле мы эти лекции уже проводили какое-то время назад, да, два года назад мы начинали, но в более укороченном варианте, сейчас у нас более такой получше будет вариант, более расширенный и мы дойдём вот до наших с вами дней, да, до современной манги А сегодня начнём вот прямо с истока Дело в том, что в принципе, да, на мангу, на её появление существует два таких взгляда, вернее, когда мы рассматриваем историю манги, обычно обращаемся либо к традициям японским, к той же живописи, да, или вот к манге Хакусая, что очень часто обычно слышат на лекциях про мангу, да, откуда она появилась Либо к тем же свиткам Тёдзюгига, да, где изображены животные, и эти свитки, они читаются так же, как в принципе вот современная манга, да, справа налево, там происходят различные действия, они тоже чёрно-белые То есть это такой вот подход, что манга, ну в принципе, как если говорить про русский комикс, что русский комикс там пошёл от лупка, вот что-то такое, я считаю, что похоже, да, то есть что традиционная культура очень повлияла на появление манги, да, самого этого понятия комикса Есть также второй подход, когда рассматриваем историю, это вот уже то, что мы будем сегодня обсуждать больше, да, потому что нам более он интересен, так как он как раз касается современного формата манги Этот подход рассматривает именно влияние событий, которые произошли после войны, да, это мы сегодня будем смотреть и Кахон, Бум, Касихон, Осаму Тедзука, другие замечательные товарищи То есть и влияние, естественно, различных американских комиксов, веснея, то, что мы видим, собственно, на картинке тоже тут у Тедзуки Осаму, появляется Микки Маус в манге То есть вот такое вот второе ведение всей этой ситуации И нам оно более интересно, чем именно традиционное, да Также стоит обратить внимание на литературные журналы Если кто-то уже на канале смотрел некоторые видео, вот последнее, кстати, видео, не трансляция, да, а именно видео о лирической картинке, да, в Седземанге Если еще не смотрели, посмотрите, потому что там как раз говорится о роли в том числе литературных журналов А литературные журналы представляли собой, ну, в принципе, то же самое, что и у нас Если кто-то в детстве их читал, знаю, кто читал какие-нибудь журналы такие У меня, например, был там трамвай, мурзилка, веселые картинки У меня был каламбур Ну, да, развлекательный каламбур У всех по-разному, да, в разные поколения И вот у японцев, у них тоже существовала такая культура Как видим здесь вот, например, на слайде У нас две обложки журналов «Сюдзекай» «Мир девочек» и «Сюнэнкай» «Мир мальчиков» И уже появилось вот это разделение на журналы для девочек и журналы для мальчиков Дело в том, что эти журналы, они, в принципе, тогда еще из манги не состояли Там уже появлялись какие-то такие небольшие, так сказать, юнкомы Но их было очень мало То есть основная часть этих журналов была именно в литературной части То есть в различных рассказах, стихотворениях и иллюстрациях Вот тоже пример популярных журналов Это «Мальчиков» «Сюнэнклабу» Здесь мы видим, что достаточно большой тираж Это все в довоенное время И «Клуб девочек» тоже довольно популярный И здесь уже появляется издательство «Кадансе», которое и на сегодняшний день действует Ну, в принципе, говоря про издательство, вот они основные Здесь «Кадансе», «Сюгакукан», «Сюэси» «Сюэси» — это, собственно, «Сюнэджамп», который выпускает И «Хакусенси» Ну, с «Хакусенси» немножко сложно Потому что она изначально была таким... «Сюэси» — это такой родитель, да? Как типа импринта А потом она отделилась Но это вот уже намного позже мы будем обсуждать То есть она появилась именно в 1970-е годы Вот, и, собственно говоря, в этих журналах, как я сказала, была важную роль играла иллюстрация И, естественно, стали популярны отдельные художники, которые занимались этой иллюстрацией И большинство, кстати, мангак, то есть тех, кто рисовал мангу в то время Многие вышли из вот таких вот художников Например, вот один из таких самых известных На самом деле было намного больше Опять же, если вот касаться «Сюэдзе» манги, так как там лирическая картинка Да, вот эти изображения вообще сыграли особую роль То в девичьих журналах были свои такие, так сказать, звездные художники Вот как раз одним из них был Кацудзима Цумото Про остальных можно посмотреть, опять же, в видеопатриотическую картинку Чем он нам интересен? Помимо того, что он рисовал такие вот изображения прекрасных дев Он также рисовал мангу И вот очень интересно, что его манга Надзону Ловер, загадочный клевер Про девочку, которая защищает То есть такое переложение Зорро, можно сказать, на комикс Только там девочка главный персонаж Который защищает бедных и мстит богатым Спасает несчастных людей, каких-то пострадавших от коррупции И этот комикс, эта манга, она долгое время, так сказать, была не замечена В творчестве Кацудзима Цумото Пока вот не состоялась выставка в музее Яйой в 2006 году И, собственно, на неё обратил внимание на этой выставке Известный очень манга-критик Усаноскин Цуме Потому что, что интересно, в ней были уже использованы Некоторые такие приёмы Из современной даже манги То есть которые привели, получается, этот комикс К современной манге Разные ракурсы Кадры То есть и к тому, что там была ещё и девочка главным персонажем Довольно интересно А самая главная его работа известна Это вот Куру-Куру Курумитян Это такие небольшие тоже комиксы То есть как такие зарисовочки комедийные О маленькой девочке И вот здесь очень важно Что отличало мангу в то время Да, довоенную мангу От того, что дальше уже На самом детском будет делать Ну, во-первых, мы сразу видим Что манга у нас в основном ориентирована на детей То, что появлялось в более взрослых журналах Там это были какие-то политические карикатуры В принципе, как у нас в журналах крокодил Такого вот типа А в детских журналах это в основном комедия То есть никакой там драмы Тогда ещё не было Это что-то такое вот лёгкое, весёлое Несерьёзное, в общем Так к манге тогда и относились Что это что-то такое несерьёзное Ещё один художник Который вот прославился до войны Да, именно И, кстати, до сих пор его творение популярное Это Суихо Тагава Его манга Нуракура Про собаку вот эту, да, черныша Которая служит в армии японской Ну, собственно, Суихо Тагава Вообще очень фигура интересная Потому что он С довольно тяжёлой судьбой человек Который вот не сразу решил рисовать мангу Он какое-то время даже занимался Рокуго Сочинением И так сложилась его судьба Что мать умерла при родах Отец тоже через некоторое время умер Он жил с дядей И дядя тоже умер В общем, как бы остался он один ребёнком И нужно было ему самому о себе позаботиться Но дядя ему проявил, пока был жив, да, любовь к рисованию Собственно, так он начал постепенно рисовать И вот эта манга, да, Нуракура Она, дело в том, почему она так популярна, да, в принципе Она ещё является самой длинной довоенной историей То есть тогда в основном только короткие какие-то такие вещи печатали А тут у нас прямо сериальная манга, да, получается Дело в том, что, а, кстати, да С кого срисован этот пёсик Нуракура, да, с кота Феликс Опять же, влияние, да, запада Дело в том, что по Нуракуре ещё выпускали очень много мерча, так сказать Да, то есть разных товаров, игрушек Это было вообще первое в истории японской манги Чтобы по какому-то комиксу так много было именно товаров То, что сейчас, да, для нас кажется довольно-таки привычным Вот, и Нуракура, на самом деле, очень большое влияние оказала На многих будущих художников Среди которых был и, кстати, Осаму Тэдзука Потому что, когда он читал в детстве Нуракура Он даже срисовывал этого пса И, если посмотрим, там из современных художников тоже многие читали, любили Та же мангака Стального алхимика И Рома Аракава Тоже была фанаткой, так сказать То есть вот до сих пор, да, и сегодня тоже популярные товары с ним Мангу всё читают И после войны, ну, на время войны Манга была на какое-то время остановлена, да, её издание А вот после войны снова возобновили Она много, долго выходила Там даже было уже про детей Нуракура Повторяется, короче, эта тема Вернее, потом уже, да, у Кисимото Там, не знаю, кто там ещё про детей рисует у нас Вот, короче, это уже тогда было после войны По популярным таким произведениям Имело место быть Вот Ну, и также интересно, что мангака Матика Хасагава Тоже училась вот как раз у него У Исуиха Тагава Это, я так понимаю, тебе? Это мне, да Соответственно, Матика Хасагава В возрасте 15 лет начала рисовать Йонгкому Сазая-сан Сначала она выпускалась в газете Фукуничи А потом газета Асахи предложила ей Более, можно так сказать, лучшие условия для работы И она переехала в Токио И продолжила рисовать свою Йонгкому Йонгкому, соответственно, это вот манга Из четырёх кадров В которой мини-история Рассказывается очень быстро Но достаточно понятно для читателя Ну, вот Соответственно, эта манга рисовалась очень долго По-моему, она даже сейчас ещё рисуется Нет, почему? Она же умерла Нет, подожди А, аниме ещё рисуется Аниме, аниме Аниме до сих пор ещё рисуется Она была организована Соответственно, вроде как бы Манга закончилась, а аниме всё ещё живёт Манга до сих пор первопускается Просто во всяких вариантах То есть её легко достаточно купить И даже был выпущен вариант Английским языком Да, как это называется Берингового издания Когда у нас есть английский, да А рядом японский Вот так вот можно читать То есть она, да Она сегодня всё ещё есть Просто закончена То есть даже До сих пор популярна Аниме, да Аниме, оно выходит И там Просто как бы, видимо Сценаристы сами уже придумывают сюжеты На базе вот этих персонажей Вот И здесь даже вот есть пример На слайде внизу Слева, да В уголке Современное Переложение Сазая-сан Реклама бывает Не путаю рамена Да, вот этого Кап-нудл Который Японский Роллтон, в общем По-моему, по-моему, его А может быть, я путаю В общем, там показаны персонажи Сазая-сан Как бы они выглядели в современных реалиях Да, вот такой В современной графике Эдакий Дзюсей Вот Дзюсей, по-моему Да И важно также, что После войны Сазая-сан Сыграла большую роль Именно для своих читательниц Так как им хотелось Какого-то покоя, так сказать Тоже У кого были семьи, да Они читали И видели В героине себя Да, вот Видели такую же простоту Какую-то доброту В отношениях с её близкими И вот Тоже В отношениях со своими Да, типа То есть могли разделить Это всё Ну, далее она как-то ещё Даже феминистские нотки Да Она считается феминистской Тоже Затрагивать Вот Да Значит, что у нас происходит Тут у нас получается уже После войны, да Манга Как видим Она появлялась тоже в газетах Не только, да В детских журналах Или В некоторых сатирических журналах Но, тем не менее Она имела в основном Вот такой Короткий характер То есть не была сериальной Также В 1946 году Происходит бум Акахон Манги Может быть, даже Многие из вас уже Слышали Про эти книжки Книжки с красной Обложкой Как их ещё называют Так они называются Потому что Это были очень дешёвые Издания И там использовали Много красной Да, и оранжевой Краски Именно В печати Здесь вот у меня Есть такая ссылка Вы на самом деле Можете её потом Даже не копировать Просто загуглить Там по-английски Акахон Есть отличная статья Про Акахон Значит, как там Что он вообще Из себя представлял С примерами И про плагиат Немножко тоже Вот сейчас Затронем эту тему И поделюсь примером Как раз из этой статьи Как мы видим Кстати, на слайде Даже тут появляются Опять персонажи Совершенно Не японские Да А из западной Мультипликации Опять же Это влияние Вот после оккупации То есть Штаты Персонажи Из других Да Зарубежных Мультиков Вот они вот так Вот уже Проникли Так сказать В издания То есть Акахон Это были очень дешёвые Книжки Которые могли купить И дети Продавались они Сначала на чёрном рынке Как ни странно То есть Возникли они В Осаке И в Токио И в Осаке Вот интересно то Что Где как раз Осаму Тедзука Потом начал Свои акахоны Издавать Там Было Качество Самого издания Похуже Но тем не менее Было качество истории Намного лучше А в Токио Было наоборот Качество Качество истории Страдало То есть Неинтересные сюжеты Как будто бы Даже некоторые картинки Больше были нарисованы Детьми А не какими-то Профессиональными Художниками Но зато Было хорошее качество Самих книжек Так вот они отличались И в Токио Тоже продавали На черном рынке Амийоко Который вот сейчас Рынок продуктов Там очень известный Еще магазин сладостей Находится То есть Вот такое вот Собственно Вот что они Себя представляли Распространен Был очень плагиат То есть Многие Просто понимали Что это популярно Сейчас Дети Особенно Они хотели Развлечений Каких-то Приятного чтения Естественно Они хотели Читать комиксы Поэтому И взрослые Тоже покупали И на этом Естественно Зарабатывали деньги Очень смешные Какие-то такие Несуразные сюжеты Иногда совершенно Без логики Какой-либо И вот В том числе Это был плагиат Вот пример у нас Где Один художник Нарисовал историю Там фигурируют коты Да Второй у него Просто перерисовал Под копирку Поменял там Животных С котов На каких-то Собачек Роликов Собственно Сцена Опять же Мы видим Нян-Сима Остров Ошек Получается Остров Нян Кто-то Переделывает Песту Сима Здесь у нас Появляется Вместо кота Крыса А взято Все это Откуда Соответственно Из манги Осаму Теджу Кто-то взял Просто Спагиатил его Новый остров Сокровищ Значит И Переложил Вот в таком виде Естественно Это тогда Никто не регулировал Авторские права Поэтому Все Свободно Вот так Вот делать Ну и Собственно Говоря В 1947 Появляется В виде Кахон Книжка Новый остров Сокровищ Синта Карадима Как раз И авторы Это Осаму Тедзука И Сакай Тима Про которого Кстати Обычно Не упоминают Вот Сакай Тима Он был До войны Уже Занимался Анимацией Старался Довольно Известным Художником Был И В Осаке Как раз Работал И он Основал Также Кансайский Манго-клуб Которая Входила Саму Тедзука То есть Однажды Туда пришел Тедзука Как новичок И собственно Как-то Они Разговорились Стали вместе Придумывать Проекты И создали Манго Новый остров Сокровищ И вот По слухам Говорят Что в первых Изданиях Этой манги Отсутствовало Имя Тедзуки На обложке То есть Он сначала Шло под Именем Сакай Тима Так как он Был очень известный А Тедзука Тогда был Так сказать Ноу-нэйм Никому не известен Но сейчас Вот например Про Сакай Тима Вообще Никто Даже не помнит Хотя на самом деле Он потом занимался Еще мангой Какое-то время Но больше Такого вот рода Как например Делать мангу Всякие обучающие пособия Есть вот книжка Тоже я нашла Называется Такой как бы Да Вот это Да Это Стория манга Но как и ката Как делать Сериальную мангу Стория мангу И книга о нем Как раз Которая Называется Майоно мангак Терявшийся мангака Заблудившийся мангака Такой Ну его так Собственно Называли Называли Что он потом пропал Просто После вот этого успеха Да Значит Едем дальше Акахон После успеха Нового острова сокровищ Тедзуку продолжает Выпускать тоже Акахон книжки И он чувствует Что Вот это вот качество Да То что мы сейчас видели Других авторов Истории Ну оно Мягко говоря Не дотягивает Это очень такое Дешевое Грубо говоря Бульварное Чтиво Которое никто Серьезно Он хочет поднять Планку манги В Акахон И выпускает Метрополис Думаю Что многие Даже видели Его современные Переложения Этой манги В виде полнометражного Фильма У нас даже в России Выходил официально На кассетах ВИЧС Вот Ну то есть Он основан На вот этой манге Как раз И Метрополис Это такая вот Работа Которая оказала Большое влияние На многих Опять же Художников Она дала Вот этот толчок Детям Которые читали Потом самим Заняться мангой В числе Некоторых из них Были художники Про которых Мы попозже Тоже поговорим И Метрополис Он входит В такую Трилогию Можно сказать Научно-фантастических Работ Тэдзуки У него были Еще Lost World Там где Ученые Другую планету Собираются изучать Находят То что там Динозавры Что-то планета Откололась Когда-то от земли И Кита Рубеки Секай Также известен Как Next World Он кстати был Укранизирован Фумун По-моему Называется И там Очень интересно Потому что Вот этот Next World Китара Беки Секай Это произведение Тэдзука Сделал Как пародию На холодную Войну То есть Там фигурируют Две Как такие Две страны Две державы Как бы США И Советский Союз Которые Значит между друг Другом Развязывают Войну То есть Там вот это Вот есть Вот Это были Такие вот Научные Фантастические Истории Одни из первых Таких серьезных В манге И Также Одни из первых Где появился Такой элемент Как парапанк В 1950 Тэдзука Выпускает Оператора джунглей Джангл Тайтей Тоже многие Думаю услышали Потому что Многие смотрели Король льва Который является Плагиатом С этого С этой ман С этой работы Но вот известно Что Собирали даже Подписи То есть Там явно Плагиат Даже если вы Посмотрите потом На ниме Которое было По мотивам Снято Там некоторые Сцены Прям вот Точи-точи Скопированы Даже Я уж не говорю О персонажах Кимба Симба И так далее Вот То есть И художники Многие Собирали Подписи Японские Чтобы Против Плагиата Против Диснея Но в итоге Диснея Все полностью Отрицал Все его работники Отрицали Хотя кто-то Говорил Что наоборот Там были фанаты Коллектива Диснея Этой Манги То есть Тут все равно Явно Видно Что связь Есть Вот И Получается Так вот Интересно Что Осаму Тедзаку Он вдохновлялся Диснеем Не знаю Может быть Многие уже Посмотрели Мы в группе Недавно запостили Интересные факты Про Осаму Тедзаку Если кто-то еще не читал Да Вот посмотрите Там подборочку Там как раз написано Что он очень много раз Ходил Пересматривал Убила Снежку Диснея И там Другие его фильмы И Собственно говоря Во много его манги Видно Что Тут Дисней Явно Оказал влияние Та же Принцесса Рыцарь Мы читаем Особенно животные Как нарисованы Да Ну и в принципе Вот эта графика Получается Что Тедзука Заимствовал Диснея Дисней Потом взял И сплагиатил У него Причем Как вот Даже на Википедии По-моему Написано Что они же Встречались От Тедзука И Дисней Еще вот До выхода Получается Короля Льва Соответственно Да И задолго От этой задумки И Дисней Тогда сказал Что я хочу Что-то сделать Похожее Как на ваш Астробой Да Вот Так что Так вот Он В итоге Сделал Просто плагиат На другой Интересно Да Ну вот Собственно говоря И то что Многим известно Как Астробой Манга Атом Тайси Тедзуан Атом Дело в том Что главный персонаж Он сначала Появляется Как второстепенный В манге Как раз Атом Тайси Да Посланник Атом Амбассадор Атом Можно перевести Еще А потом уже Вот Про него Выходит Отдельная история Конечно Она сразу же Становится Номинально популярной То есть Такой Как Герой всех детей Получается И даже До сих пор Потом еще Науки Русал Там Даже Делает Да Мангу Сколько я знаю Плутон Который тоже Относится К ней Вот То есть Такая вот работа Такой типичный Сёнан Но Он также известен И как автор Сёдзе Работ Очень многих Опять же Вот две работы Которые Изданные у нас Издательством Фабрика комиксов Это Принцесса-рыцарь Рибонно Киси И Цуми Тобацу Вообще Я очень советую Эту мангу Всем почитать Потому что Действительно Очень интересно Принцесса-рыцарь Она во-первых Большое влияние Оказала На Сёдзе-мангу Там Много Видно Именно то Что сейчас Современное Даже есть Преступление-наказание Довольно Интересная Адаптация Несмотря на то Что у нас Так ее пиарят Все время Как пример Работы Которая сделана По Литературе Наших Отечественных Классиков Вот как круто На самом деле Лучше так ее Не рассматривать И с Федором Михайловичем Особо Как бы сравнивать Но в меру Это разные Присоединения Очень интересная Концовка Преступление-наказание У Тедзуки Посмотрите Там отличается От оригинала И Это довольно Интересное Разрешение Вся ситуация Вот То есть Такие вот Кстати Да Принцесса-рыцарь Тут фотография Где Тедзука На записи Радиодрамы Радиоспектакля Ну Можно сказать Что про родителей Сегодняшних популярных Сидидрам по манге Вот пожалуйста Пример Таких вот Радиоспектаклей Которые Одни из первых По Сёдзиманке Стали выходить Также Тедзука Мы уже смотрим Что очень много Он придумал Вот этих тропов Получается Которые потом будут И в аниме И в манге Активно использовать Придумал очень много Каких-то вот таких Отдельных направлений Вот ещё Одно такое Это Детектив Кенечи Кенечи Тантеичу Манга Про Мальчика-детектива Который Вот расследует Дела Недоступные Недоступные Взрослым Для решения Так скажем Вспоминаем сразу Сколько у нас Разных Аниме И манги Про Таких вот Мальчиков-детективов Симпатичных Там и Кламп делали И Детектив Конон В какой-то степени Тоже То есть Это тоже такой Уже сегодня Троп Соответственно То есть Популярный История Детективная Вот пожалуйста Такой тоже Двухтомник был Это у нас всё Было ли мы говорили Про Кахон Да Также В 1950 году Начинается Такая акция По устранению книг Которые вредны Для детей Дело в том Что конечно же Не всем нравилась Такая популярность Про Кахон Про Кахон Вообще писали Там отдельные статьи В газете Какая-то ересь Портят наших детей Книги низкого качества Какой кошмар Несмотря на то Что действительно Многие были низкого качества Среди них Всё равно встречались Шедевры Да Хотя бы Да Как Асаму Тедзука И его последователи Но это естественно Никого не интересовало Поэтому Начинается Такое вот устранение Несмотря на то Что в 1954 году В детских журналах Всё больше и больше Количество манги Появляется Мы с вами Начинали сегодняшний разговор С того, что В детских журналах Манги изначально Практически не было Да То есть А потом постепенно Её количество Стало увеличиваться И что стали делать Стали сжигать Натурально книги И журналы Которые считали Вот недостойными Порочащими Детей Даже прямо во дворе Школы Это делали Так вот массово Естественно Как бы не всем Это нравилось Мы там тоже будем Говорить Про Сатанаку Матико Про то, что Когда она Ребёнком читала На мангу Что там произошло Ей было 15 лет И соответственно Она была Как раз Фанатом Масаму Тедзаки Ещё некоторых Мангак О которых мы Говорим чуть попозже И соответственно При ней Начинали просто Сжигать Мангу В школе В школе Да В школьном дворе Это было нормально В те времена И соответственно Она Решила Что Она защитит Мангу И Она Уже в 15 лет Решила Что она станет Мангакой И соответственно Она в этом Преуспела Тоже об этом Чуть попозже Поговорим Да То есть Многие художники Которые потом Прославились Они как раз Застали Детьми Совершенно Вот эту сумасшедшую Волну Поджогов Там ещё была Популярна такая мысль Не обращаю Внимания Не читаю И не покупаю То есть Вот так вот Произдания Которые были Популярные И которые считались Порочащим детей Тут у нас Кстати на Слайде Как раз Такая манга Сёнэн Кения Которая Вот попала Под вот этот Вот Обстрел Так сказать Это обычно Сёнэн И кстати Остробой Да От этого Она Там тоже Попал Мне сейчас Знаешь Что вспомнилось Как раз Вспомнишь Когда к нам Приезжала Манга Роза Версаля И Кедрёка Да Она Рассказывала Про то Как относились В принципе К манге В те времена Да То есть Как раз Она же На Саммит Эдвити Тоже Выросла Что тогда Читать Мангу Было Из разряда Бульварным Чтивом И так далее Что родители Всё это Запрещали И как бы По сути Вот оно Всё оттуда И растёт Да Кедрёка Действительно В то время Тоже читала И Она тоже Рассказывала Про То Какое К этому Было Отношение В принципе Такое же Отношение У нас Было Ещё До сих пор У некоторых Людей Тут да 50-й А у нас 2020-й Ну хорошо Что не сжигают Хотя там Был слух Тогда Что сожгли Остатки Тиража Деснот Да Это ради смерти Из этой серии Вот Ну и в 55-м году Также Призывали Устранять Журнал Уже взрослые Где были Сцены Описания Секса Несмотря на то Что они Не на детей Были совершенно Рассчитаны Не с Мангой Да Просто в принципе Журнал Вот И постепенно Этот рынок Акахон Соответственно Загнулся Потому что Во-первых Эти книжки Стали считаться Чем-то таким Невероятно Плохим Во-вторых Налоги Поднялись И В-третьих Был Раньше Если кризис Буманги После войны То сейчас Всё стало Получше И появились Ещё Косихон Такие вот Салоны Что такое Новый бум Был бум Акахон Манги В 53-м году Начинается бум Косихон Манги Что такое Косихон Это как бы Книга на прокат То есть Получается Что такое Заведение Салон Где можно было Взять мангу Почитать За денежку Строило это Не очень дорого Довольно доступно И при этом Вот эти издания Они конечно же Уже отличались От кахон Потому что Это были дорогие издания Их как правило Купить кстати В магазинах Книжных Где-то нельзя было Потому что Издательство Они при издательстве Были вот эти магазинчики То есть салоны Косихон Манги И они специально Авторов просили Рисовать Такую вот Косихон Мангу Под Вот это вот Дело Под аренду И очень большое количество Художников В то время Тоже вышло Из вот таких вот Авторов Косихон Манги Это Косиура Митсуа Например Он удачно рисовал И успешно рисовал И мангу Для девочек И мангу Для мальчиков Вот Анабе Масака Совершенно прекрасный Автор Которая Одна из первых Тоже начала рисовать Содзи мангу В жанре хоррор Вот такие ужастики Всякие разные Потом она В какой-то момент На Джусей перешла Да На мангу Для женщин постарше И кстати Вот ей сейчас В 90 Да там уже с лишним лет Она до сих пор рисует И довольно активно Участвует во всяких встречах Даже была на выставке Ее получается Два года назад Очень хорошая выставка была Вообще Советую кстати Погуглить Интересный автор Вот Или например Мэдзу Кадзуо Его На самом деле Тоже многие Я думаю Слушатели знают Кто мангу читает Потому что Вот дрейфующая Классная комната Это как раз Его манга Ужастик Он как раз У нас считается Одним из королей Да В жанре ужаса Это именно тот Кем вдохновлялся Кто у нас Сейчас самый популярный Дзюн Диита Да Дзюн Диита Собственно Которого работы Выпускает Фабрика комиксов Вот Умэдзу Кадзуо Он на самом деле Начинал с манги Для девочек Я очень люблю Это рассказывать Всегда Потому что Я Нигде почти Нет этой информации Что он раньше Рисовал мангу Про балет Мне очень нравится Что он рисовал Такую Утонченную мангу Милую Про балет Это отдельная тема Была какая-то вот такая Волна этой балетной манги Для девочек Он тоже с этого начинал И довольно-таки успешно Но вот Стесняется Наверное Видимо вспоминать Поэтому информации Особо нигде нет То есть он сейчас Сегодня известен Больше как именно Мангако Который в жанре ужасов Рисует Вот он Сёдзу Мангу Тоже в жанре ужасов Рисовал Но правда Не про балет А было бы интересно Такаха Симакото Тоже художник Он на самом деле Больше не как мангако Известен А именно иллюстратор Как автор Лирических картинок Вот как раз К журналам И ко всяким Там канцелярии То есть К таким товарам Вот эти девочки С прекрасными глазами В которых звезды сияют Если кто-то читал Перевод статьи Мой перевод Кстати Фудзимото Юкари Про Что-то как Аси Макото Это про родителей Современные Сёдзаманги для девочек Кто не читал Это посмотреть Интересно довольно-таки Фабрика комиксов Сборник выпускала Где статья есть Вот То есть И у него тоже были Истории Про балет Кстати Ну и просто Про Таких девочек Ещё Мы всё смотрим В основном Мужчины Да Там не так много Женщин было Но тем не менее Они были Действительно В меньшинстве Тогда авторы Вот одна из самых известных Наверное художниц Тоже того времени Это Уэда Тосико У нас она К сожалению Известна не очень Её ещё называют Как Чан-чан Мангака Почему Чан-чан Потому что У неё Очень часто В манге Фигурирует Чан Суффикс Да вот здесь Сан Путин Сан Самый известный У неё там ещё По именам Да И добавляется Вот эта приставка Чан Именно Значит Кто это Что это Это Мангака Она как раз Восхищалась Работами Мацумото Этого Кацюзи Которого мы говорили Вначале И очень хотела Рисовать Похожую иллюстрацию Как он Даже получилось У неё в итоге Стать и его помощницей То есть Он её Собственно и учил Но путь её в мангу Был довольно непростой Она долгое время Жила В Харбине Поэтому у неё Кстати Фуи Тин Сан Про девочку Китаянку То есть Она как раз Про детей Из Харбины Нарисовала Вот с того времени Которых видимо Знала Каких-то знакомых Встречала И Когда она Собственно Попыталась Стать иллюстратором Мангакой В том числе Не все Это Приняли Так сказать Не все Поддержали её Даже были Примеры Когда Некоторые Мастера Например Кондо Хидедзо Которого Он вообще Занимался Карикатурой Больше Был довольно Известный Художник И вот Эдзо Называла Мастер Портретов Вот этот Кондо Хидедзо Он например Скал Что Вам никогда Такой наивной Мангакой Не стать Но тем не менее У него получилось Она стала Довольно известной И публиковалась Как раз В самых топовых Сёдзо Журналах Того времени Журнал для девочек В журнале Подружка Сёдзона Тома Как раз Там у неё была Манга Бонко Чян В 1955 году И вот В 1957 Начала свой Бестселлер Публиковать Хуйчин Сан Такую комедийную Мангу О девочке Из Харбина Очень интересная Есть манга Это уже Не её Авторство А вот Мураками Матоки Это современный Автор Если кто-то Читал его Мангу Дзин Про врача То вот Это он И она как раз Посвящена Биография Собственно Уэда Тосико Называется Фуйчин Фуйчин Зайден До свидания Фуйчин Тут вот мы видим Даже кадр есть Из манги Это Сэйнэн Биг комикс Спиритс Печатался И здесь вот Как она встречается Уэда Тосико Как раз Со самой Тэдзуко Две такие легенды Того времени Довольно интересно В принципе Что ещё Было популярно В то время Всё за манги То есть Более-менее Тут мы сейчас говорили В основном Был Сёна Как можно определить Детская манга И вот такие Истории Но всё за манга Тоже процветало Правда рисовали её В основном мужчины И основные темы Которые были в то время Популярны Это как я сказала Балет Потому что Как же Все девочки хотят Быть балеринами Кем ещё Постановиться В то время Пятидесятые Балет Отношения с матерью Очень было Было много Историй И серий Отношения с матерью Такие Что отдыхают Там просто Я не знаю Любой там Хоррор Жесть И всё Поверьте мне Это было ничто По сравнению С вот такой мангой Того времени Всё за мангой Например Вот работа Ямада Эйди Песу Йоу Фуре Я тут Ику Перед тем Как мы это всё Готовили Прочитала название Как Пёсу Потому что тут Пёс Видимо Вот Значит Про этого Пёсю И девочку Если честно То есть Это такая манга Она конечно Сейчас немножко Смешно читать Потому что Видно что Автор он играет Просто на чувствах Читательницы То есть Девочка Какой там сюжет Девочка Подбирает щенка Которого и так Жизнь замучила Его там Выбросили Его там Все били Пинали на улицу Он уже умирал Она его подобрала Сначала мама не разрешила Потом сказала Ну хорошо Пусть устаётся Девочка за ним Начинает ухаживать Он вырастает Прекрасную Собачку белую И Однажды К ним забирается Грабитель А Грабитель сначала Мясо Даёт Псу Ночью Тот съедает Мясо отравленное Псу становится плохо Но тем не менее Он понимает Что Грабитель влезает в дом Хочет там что-то Украсть Какие-то накопления Видимо И пёс бежит Спасать Значит Хозяев Этого грабителя Из дома Ему удаются выгнать Он за ним гонится Грабитель начинает В него стрелять Понимаете Чтобы вы понимали Там чуть ли не третья Страница манги Сразу же И дальше Пёс Короче Есть белый бим Чёрное ухо А это Белый бим Чёрная судьба Чёрная жизнь Довольно-таки Трагическая история Заканчивается Тем не менее Она хорошо То есть Это вот именно Такая Накал драмы Которую пытались Выжать Из читательниц Чтобы было интересно Читать Манга была очень популярна До сих пор Тоже её Можно даже купить Вот В 60-е годы Неожиданно Всё начинает Меняться Появляется Это вот Можно назвать Эти годы Как эпохой Биджуарка То есть Визуальности А что случается Появляется Телевидение Которое становится Очень популярным И соответственно Так как Телевидение Появляется В манге Уже сложнее Быть популярной Да Вот как раньше Дело в том Что Все же смотрят Сериалы Да Сразу же Всякие передачи То есть Привыкают Что раз там В неделю Какую-нибудь Передачу смотреть Или серию Любимого сериала И манга Тут уже проигрывает И так Приходит вот идея Выпускать Еженедельные Журналы манги Где можно Каждую неделю Читать По новой главе Да И таким образом Манга сможет Состязаться с телевидением Вот Так-то и появляются Эти все Замечательные журналы Такие как Сёнэн Мэгазин Сёнэн Сандэй Сёнэн Сандэй Сёнэн Клаб Которые у нас были До этого У нас были Сёнэн Клаб И Сёдзе Клаб Сёнэн Клаб Прикрывается Сёдзе Клаб Переменовывают Сёдзе Френд Который, кстати, до сих пор Есть Журнал До сих пор существует Маргарет появляется В 63-м Тоже сейчас Очень популярный Сёдзе Журнал Ну и Другие Тоже про них Поговорим Вот То есть Журналы Они начинают Выпускать Мангу Каждую неделю Естественно Это уже Совсем другое дело Чем ежемесячно Как раньше Потому что Больше сил требуется От художника Каждую неделю Клаб Рисовать Некоторые журналы Сёдзе О, кстати, обложка От Собственно Коцзуэлл Мэнзо Пожалуйста На Сёдзе Журнале На Каёсе Ирибон Которые сегодня Такие вот Топовые Журналы Манги Для девочек До сих пор Сдаются Кстати, видите Что очень часто В то время Печатают В основном Фотографии На журналах Не какие-то Из манги Картинки Как сегодня Мы привыкли Там обычно Иллюстрацию Специально Художник А фотографии Это в то время Кроме здесь Разве что Это Да Куклы То есть Это айдолы Актрисы Какие-то Популярные Такие Детские Селебрити Если их можно Так назвать До того времени Или вот У мальчиков Там популярные Сумоисты Всякие спортсмены То есть Такие образцы Для подражания Да Как раз Вот 59-й год Прямо перед началом Вот этой Великой эпохи Начинает выходить Первый же недельный Журнал Манги Собственно Это были CNN Magazine Да CNN Sunday Где-то Вот Получается К 60-м Да Чуть-чуть Если назад вернуться Так как нужно было Теперь уже по главе Выпускать мангу Довольно-таки сложно В неделю Рисовать То есть нужна была Некая система И вот как она Собственно Зародилась Дело в том Что в 53-м году Осаму Тедзука Так я знаю Как он выглядит Да Еще будет Осаму Тедзука Там где он работал Рисовал мангу Его оттуда Снимал он видимо Какую-то комнату Под студию И оттуда Тот кто Арендодатель Сдавал Комнату Его выгоняют Потому что Им надоело Просто что Постоянно приходят Редакторы И жалуются Все время Постоянно Какие-то скандалы Происходят В общем Шум Постоянно с редакторами А в Тедзуке Вообще там с редакторами Были довольно Интересные отношения Кстати Сейчас Если чуть-чуть Тоже Такое отступление Сделать Можно на ютубе Поискать Видео Есть очень хороший Документальный фильм Про Тедзуку По-моему Так и гуглится Тедзука документари По-английски Там кто-то запостил Про то Как проходит жизнь Вот Тедзуке Там один день По-моему Из его жизни Ну или несколько И где он Даже в аэропорту Он должен куда-то ехать Но в то же время Он должен сдать Главу манги в журнал И бедный редактор Уже стоит там В аэропорту И ждет Кому-то там в такси Прежде тем Как выйти И на рейс Зарегистрироваться Дорисует Последние три страницы Прямо в аэропорту Вот это там Все это есть Вот Ну так уже Мы отвлеклись от темы Значит Тедзук Он переезжает В итоге В такое вот Псюжитие Такивасо Как его еще называли Также его называли Домом манги В 1953 году Он там живет Ну правда Вот только один год Страда Хиро Он туда Собственно заселяется Это довольно В то время Известный мангак Который Спортивную мангу В основном Рисовал там Про бейсбол И тут как раз На картинке В серединке Есть его Такое карикатурное Изображение На нижней картинке Рядом с Дероймоном Вот И Потом вот По слухам Ну по крайней мере То что даже Мы там в группе Недавно В подборке Запостили То что Однажды К Тедзуке Пришли репортеры Увидели Как он ужасно Живет В этом Такие высоты Что это Действительно Такое Ну старое Развальное Здание А Тедзуко Он был человек Довольно Такой неприхотливый Ему главное Было любимым делом Заниматься Но при этом Чтобы его редакторы Особо не доставали Ну это очень сложно Да Такой баланс Соблюсти Вот И Написали заметку В газете Про то что Вот значит Миллионер Мангака Живет в какой-то Рухляде Все там у него Заваленное Черновиками Манги Какой ужас Куда он деньги Подевает На самом деле Он в аниме Там все сливал Да Он же еще Аниме занимался Вот Но на самом деле После этого Тедзуко По слухам И уехал С Такиосу С себе Нормальные Снял Апартаменты Вот Но там жили Другие Замечательные Художники Которые туда начали Вот Въезжать Как раз после Тедзуки Он свою комнату Собственно Фудзика Фудзиоду Эту отдал Потом там Постепенно Другие появлялись Сразу скажу Есть очень много Книг Даже манги Фильмов Сериалов Про Таких Сол Не все из этого Переведено Насколько знаю Большая часть нет Даже аниме Кстати есть Бокуа Мангака Называется Я Мангака И Создано тоже Одним из Художников Который жил Тоже Анимацией Занимался В Такивасо Вот То есть Это было Такое вот Общежитие Где художники Иногда объединялись И помогали друг другу То есть Они создавали Какие-то работы Для еженедельных журналов Даже вместе То есть Чувствуете Откуда вот эта система пошла Что Ассистенты помогают Художника Он там нанимает Сейчас Да Сегодня Рисовать Там еженедельный журнал Ежемесячный Неважно В то время Вот так вот Художники Другу помогали Вот один из первых Постояльцев Исино Мориси Таро Нарисовал Соответственно Свою первую мангу Отправил в журнал Называлась она Никью Тэнши Он отправлял ее на конкурс Потому что Хотел попробовать Что-то как И там его Соответственно Заметила Саму Тэдзук И предложил ему Стать своим ассистентом Соответственно Отказываться он От такого предложения Не стал И работал вместе С Тэдзукой Он помогал ему Вот как раз Со знаменитым Остробоем А в 60-м году Он уже рисует Свою Первую мангу Достаточно популярную В Советском Союзе Ее даже видели На экранах Да и приложение Да и соответственно Называется она Летающий корабль призрак Да это первые анимы Которые показали В Советском Союзе В кинотеатре Ну я это не застала Но соответственно Следующая работа Это Киборг 009 Команда Про Супергероев Да И соответственно Именно вот этой мангой Он Можно так сказать Основывает Жанр Вот этих Сентаев Супергеройские Команды Которые сражаются Против зла И они обязательно Должны победить И вот Все в этом роде То есть он становится Именно отцом Всех этих Супергероев Ну да В какой-то мере Да Потом выходит Большое количество Сериалов Получается Сентаев Да Те же самые эти Power Rangers Go 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 Вот то что Сегодня у нас Фабрика комиксов Упущена манга Человек-череп И на самом деле Человек-череп Это изначально Манга как раз Исинаморису Таро Да Просто То что у нас Сейчас продается Это Так сказать Произведение Другого мангаки Которого попросил Уже в свою очередь Исинаморису Таро Еще при жизни Когда он уже был болен И понимал Что он не сможет Уже нормально Зарисовать Он хотел сделать Так сказать Ремейк Он попросил Вот этого мангаку Он Собственно Вот на русском Можно ее почитать Фудио Акацко Еще один резидент Такивысо Соответственно Да Изначально Он попытался Все дзю мангу Нарисовал Мангу Химитону Ако-чян Секрет Ако-чян Вот Слайдик С отрывочком Это была Все дзю манга Девочки Которая Очень сильно Любила зеркало Которая была Ее матери Но оно потом Разбилось И обычно Что с зеркалами делают Ну их выкидывают А она так сильно Его любила Что она решила Его закопать А потом Во сне Ей приходит Дух Этого зеркала И говорит Вот Из-за того Что ты так сильно Любишь зеркала Вот тебе подарок И соответственно Дарит ей зеркало Которое потом Помогает ей При желании Соответственно Перевоплощаться В кого ей захочется И так далее То есть вот На кадре видно Что она захотела Стать принцессой И вот она такая Вся в платье Красиво И соответственно После этого Он Пробовался еще В сёде Но понимал Что как бы Ну вот Не идет уже Не то Попробовал Уйти в комедию И там он Соответственно С большим успехом Нарисовал Асаматсу Кун Но многие Сейчас могут знать Асаматсу Сан Это уже как Такой ремейк Да Ремейк На Асаматсу Кун Вот он стал У нас Комедиантом Да Он именно Прославился Уже потом Как Мангак В жанре Комедии Тенсай Бакабон У него был Таким же И в принципе Многие остальные Последующие работы Да Вот Химитсу Но Акачан Она Во многом Задала Вот этот тоже Троп Некоторым Махасёдзе Когда у нас У девочки Есть какой-то Предмет волшебный С помощью которого Она может превращаться В кого угодно Это та же Как там у нас Химитсан Норибон Ленточка Химитсан И в Ультраманьяк Тоже это встречается Сулормун Сулормун А у неё Да Ручка для превращения То есть Тоже такое Как раз Из этого фильма Единственным Как сказать Единственным жителем Жительницей вернее Такиво СО Именно женского пола То есть Единственная женщина Которая там вообще Проживала Из художниц Это Мидзуна Хидека Она тоже Конечно же Была фанатом Тедзуки Фанаткой То есть В то время Вообще В принципе Здесь собирались Такие фанаты Тедзуки Если подумать Здесь жили И вот Кстати Мидзуна Хидека Она до сих пор Живая Здравствует И Ещё Ведёт Активная Так сказать Она активист За восстановление Вот этого Как раз Исторического здания Такиво СО Сейчас Как раз В этом году Должен был Открыться музей Кстати Я так пока не поняла Он из-за коронавируса В итоге Там открылся или нет Нужно проверить Но тем не менее Вот К этому готовились Мидзуна Хидека Она Недолго там проживала Но тем не менее Успела поработать Как раз Вместе с Акадской И Исинамори Ситаро С которыми Она там подружилась У неё ещё есть Замечательные мемуары Как раз Такиво СО Где она Подробно расписывает Даже там Зарисовывает Таким Минимангу Тоже опубликовала Одна тема Своей жизни там Ну то что Сначала она туда пришла И была не подготовлена Какая там разруха Но зато Нашла друзей Которые тоже Любили мангу Ей помогали С работой Ну Она считается Одной из самых успешных Первых Самых успешных СОДЗИ МАНГАК Кстати здесь на слайде Да Картинка Справа Тоже Наверное Многие догадались Малахитова шкатулка Да Как раз Самоцветов По-моему Вот И Позже она начала Рисовать Дзюцей мангу Очень известная Её манга ФАЯ Которая Первая манга Для девочек Где Главный персонаж Это мальчик То есть юноша Она ещё и Про более взрослых Персонаж Вот Это Хиде Камизун А вот пример Как раз Её работы Вместе Так сказать В содружестве С Исиномори Сутаро И Акацкой То есть Они Вежнедельный журнал Рисовали Тоже вместе Мангу Вот как раз Странички Где Главных персонажей Рисовала Сама Хиде Камизуна Исиномори Он рисовал Льва А Акацка Он делал Вот Весь фон Так вот Они По сути Сейчас Ассистенты Работают С художником В таком виде Это всё и было То есть Ассаму Тензик Он как бы придумал В Такива Со Заложил Вот эту основу Работы ассистентов С художниками Чтоб они Как бы Друг друга заодно Учились Друг другу помогали Вот Фудзико Фудзио Это соответственно Дуэт из Мото Абика И Хироши Фуджимото Они также были Фанатами Тезути Как и все остальные Дебютировали Самостоятельно Но потом Они пришли К Ассаму Тезути Показали ему Одну свою работу И он Ее Оценил И Годами позднее То есть Сразу он Конечно Ничего не сказал Но Потом уже Где-то признался Что когда он Увидел их работу Он понял Что Этот дуэт Обязательно завоюет Читательские сердца И в принципе Он был прав Потому что Там у нас Следующая Свадьба По-моему Да вот Они нарисовали Сначала Обакину Кютаро Манго Про привидения Которое Поруживо с мальчиком То есть Детская манга Они вот Сосредоточились На Кодома манге И Дараэмон Достаточно Известная вещь У нас даже Она пыталась Издаваться К сожалению Ну ее даже Издали Несколько томов К сожалению Вот Все Да Как бы Не прижил С нас персонаж А в Японии Он конечно Невероятно Популярен До сих пор Да Выходят Анимоадаптации Различные И вот У них С их Псевдонимом Была забавная вещь Что они Хотели Сначала Его Сделать Тезука Фудзио Потом Подумали Что как-то Упоминание Имя Метро В своем Псевдониме Это как-то Ну Некрасиво Так нельзя Ну вот И После этого Вот они Сделали Фудзио Но Истории Знают Все равно Они были Таким поклонниками Тезуки До конца Так сказать Но кстати Потом в какой-то момент Они разделились Вообще Они были со школы Большими друзьями И Такая История дружбы Которая прошла Через много лет Потому что Еще в школе Там они уже Делили Даже Копили вместе Финансы На различные Материалы Для рисования Манги И потом По ходу работы Когда они уже Прославились Они тоже Всегда Честно делили Все доходы От своих работ И потом Так получилось Один из них Как раз Как раз Заболел Настолько 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 Они сильно Любили Тезук Следующий У нас Художник Он не жил В Такиосо Там кстати Были еще Мы рассказали Про самых Таких основных Известных Там причем Еще и аниматоры Разные Жили Так то и манга И аниме У нас в то время В основном Это было Довольно Распространено Что по тем И другим А вот Мититера Юкаяма Он как раз Там не жил Но тем не менее Он опять же Был Впечатлен Осамой Тезукой Вот как раз Работа и метрополис Про который Юля Рассказала И У него Тоже вот Сёдьо манга Которая называлась Если на русский Перевести Это длинное название Марш белой лилии Да То есть он тоже Начинал с манга Для девочек Соответственно Вот Сёдьо манга Марш белой лилии И потом Он рисует В 66 Между прочим Мангу Ведьмочка Сали Которую даже У нас показывали По телевидению Когда там 90-е Я этого не достала Ничего У меня канал Этого не было Поэтому я тоже Не достала Соответственно Несмотря на то Что До него Была манга Химитоно Акотян Которую мы как раз Говорили Говорили, да А экранизацию Получает именно Вот эта манга Про Сали Да Про Сали И соответственно Вот такой вот бум То есть Маха Сёдзи получается Как вот жанр Стала популярна После по идее Ну именно Да Сали Хотя на самом деле До этого была уже Работа на эту тему Возможно Поэтому И ушли В комедию Может быть Соответственно Помимо Сёдзю манги Вот этих Маху Сёдзю Он основал Жанр Про ниндзя Не помню Как он правильно Называется На японском История Да Вот такие Где ниндзя Фигурируют Это экшен Исторический Вот Где используются Сами по себе Традиции Старой Японии И так далее И плюс Ещё Вот он Рисует Меху Меху Тэцуджин Нидю Ачего Да Железный человек 28 И соответственно Это одна из первых Манг Где вот Фигурирует Гигантский робот Здравствуйте Гандамы Потом они Пойдут Очень-очень Много И займут Популярность Но вот Именно он С этого Всё начало Есть ещё Тут такой Немного А да Забавный факт Интересный факт Что Главного мальчика Вот этого Главного персонажа Вернее Этого мальчика Мальчика Его зовут Сютаро Собственно О чём эта манга Сютаро Он получает Его отец Когда-то создал Огромного робота Который Железный человек Вот это Название фигуры Железный человек 28 Который не пригодился Во время войны Так сказать И потом Перешёл По наследству К мальчику Главному персонажу С помощью этого робота Он Сютаро Борется со злом Да С разными корпорациями Злыми Часто Тогда было вообще Распространено В Сёнэн-манге Обязательно Маленький мальчик Против там Всех Всего мира Ну в принципе Сейчас тоже Наверное не изменилось Просто мальчики Постарше стали В общем-то Тогда вот это было Почему ещё фигурило Всё время Какой-нибудь Сёнэн-кэйня Да Ещё какой-нибудь Сёнэн Везде-везде было Это слово Сёнэн-сёнэн-сёнэн А тут как раз Получается Не его Не Сёнэн А Тэцюдзин Так вот Собственно Откуда у нас Появилось Понятие Сютакон Скажите Спасибо Сютаро Он Он-то и Стал Так сказать Основоположник Это имя Просто Сютаро Используется Вот А также Очень интересно То, что Манга стала Настолько популярна Что она могла Ну так сказать Состязаться С Астробоем Да Собственно С Тэтсуван Атом Она настолько же Сильное влияние Оказывала На тогда Молодых читателей Которые потом Многие впечатлились Кстати Одним из Тех Кто впечатлился Этой мангой Думаю Что Сютаро А просто А именно Просто сюжетом Это был Кстати Араки Сан Наш любимый Автор Джоджо Он очень любил Эту мангу И кстати Известнейший Манги Акера Да И в аниме Который у нас XR Media Кстати Мангу издает Там Много отсылок На Тэтсуван Да Низюхачиго Да Название Извините Да Тэтсуван Низюхачиго Очень много Имен Разных персонажей Оттуда Фигурируют В Акере То есть Это как такая Дань Тоже Своеобразная Вот И интересно То что Несмотря на то Что Сам Мангак Да Он Хотя Впечатлялся Тэтсуван И рисовал Похожие стилистики У него Тем не менее Он стремился К более Такому Отображению Реальных чувств К экшену Именно И кстати Он заложил По сути Вот эти Так сказать Жанры В аниме И манге То есть Меха Там вот эти Прониндзя У нас Махасёдзе То есть Такие отдельные Такие подтипы Вот Но помимо того Что Тут мы всё говорили Манга Манга Всё это было У нас для детей Да То что мы сейчас Рассматриваем На детскую аудиторию Ориентированные Журналы эти Покупали в основном Дети тоже Хотя в 60-х Если чуть-чуть Вперёд забежать Да Появились уже Такие статьи В стиле Боже Студенты читают Мангу Какой кошмар Куда мы катимся Значит То есть В студенческом возрасте Люди начали Обращаться к манге Ну вот Как раз Перед этими Статьями В 56-м году Сихиро Тацуми Придумывает Такое вот Явление Как гекига Ну по сути Если манга у нас Как весёлые картинки То Гекига Это такие Невесёлые И Большая часть Его Так сказать Работы Как собственно Автобиографичная манга Есть Большая часть его работы Описана В этой манге Drifting Life У нас по-моему Переводили В любительском переводе Но я не уверена Что до конца перевели Тем не менее Вот она официально На английском Была издана Значит Юсихиро Тацуми Он тоже Типа фанатом Тэдзуки в чём-то Он любил Вот опять же Я говорю Что тогда Тэдзуко Великий человек Он всех заряжал Ну действительно Если посмотреть Опять же Ту хронику Которую Я вам сегодня На неё говорила Посмотреть Найти на Ютубе Или просто Какие-то интервью Вы увидите Что он действительно Такой был Прям сияющий Пангака Видно Что человек Очень любит Своё дело А когда вы видите Человек Который очень сильно Любит своё дело Он вас как-то Агитирует Своей вот этой Энергии положительной То конечно же Нельзя его влияние На себе Не почувствовать Вот И собственно Юсихиро Тацуми Он в 1956 году Выпускает Свою первую Такую вот Мангу Гекига Курой Фубуки Чёрная буря Да Можно перевести Снежная чёрная буря В 21 год Кстати Он её нарисовал И это конечно Очень сильно Отличалось От той детской манги Которая была Представлена на рынке Дело в том Что сразу же Все критики Заметили Сказали Что это Новое дыхание Манги Будущее манги То есть Эта манга Уже была ориентирована На взрослую аудиторию И по сюжету И по эмоциям Которые там вложены Они более Больше были понятны Конечно Не детям Совсем Вот То есть Это была такая работа Которая у него Всё началось Но Потом Также он Издавал Короткие истории Кстати В библиотеке комиксов В Санкт-Петербурге Где я раньше работала Там можно найти На английском Там парочка Его книжек Есть То есть Можно Если вы в Санкт-Петербурге Живёте Прийти И взять Почитать Когда библиотека После карантина Откроется И собственно Обычно Это были Такие Почему Не весёлые Гекега Такие грустные Истории Потому что Они Обличали Вот это Депрессивное состояние После войны Нищету Какую даже Алчность Какие-то Вот он Трущобы Периодически Рисовал Там Какие-то Вот истории У него были Например Про Есть как раз Кадр Где У отца Молодая девушка Дочь Зарабатывает Проституцию Она спит Просто с американцами Во время оккупации И Там В общем Тоже Ничем хорошим Не заканчивается Эта история В том числе Со стороны отца Вот То есть Это были такие Ну в чем-то Как бы Поучительные С другой стороны Довольно грустные И даже Такое Возмущение Некоторое Чувствуешь Когда читаешь Отдельное его Произведение Вот И в 1964 году Да Повляется Журнал Гара Ежемесячный журнал И тут как раз Видно Вот обложка В серединке Как раз От Татсуми И А рядом Тоже наверное Вы угадаете От кого Да Кто у нас там Главная Эра Гуры Художник Один из Да вернее Вот То есть Этот уже журнал Тоже себя позиционировал Как журнал Именно Не для такой Детской манги Да Какой-то веселый Такой Который можно Расслабиться Почитать А для серьезных Произведений Которые 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 Были Вот Отразить Это искусство Манги Вот Основали этот Журнал Кацуити Нагай И Санпеи Сирата И очень много Людей Тоже Начали Свой путь Мангаки Именно с этого Журнала Тот же Например Сигеру Минзуки Там публиковался И в целом Сейчас мы Чуть-чуть Назад вернемся В этом журнале Конечно Были Такие Истории Ну в принципе По сюжетам Довольно разные То есть он Не ставил Как большинство Журналов Манги Акцент на том Что какой-то Отдельный жанр Здесь публикуется Какого-то Отдельного Типа истории Они были Совершенно разные То есть И какие-то Эпические саги И автобиографичные Какие-то вещи И там С самураями Экшен И так далее Психология Там Драма Триллер Вот Сигера Минзуки Кстати Если кто-то Опять же Читает у нас На русском Мангу Очень советую У Альтграф Две замечательные книжки Бабушка Нон-Нон Такая Автобиографичная И Дан Приказ Умереть Кстати тоже Во многом Автобиографичная То есть Тедску там В своем Так сказать На войне Когда там был В общем в армии В своем пребывании Там рассказал И Бабушка Нон-Нон Где он Про свое детство По сути рассказал Что-то нас спросили Он там про Цвети рисовал А Вы про вот эту Мангу Которая Black Этот Черная буря Да Там была Там Если даже Вы найдете Она кстати Тоже есть в библиотеке Комиксов В Санкт-Петербурге На английском Она там тоже цветная Да Ну смотрите 56-й год В то время Часто была Появлялась манга В цвете Кстати Да У нас уже в этих Вакахонах Да И в косихонах Тоже она была В цвете часто То есть это скорее всего Было возможно еще цветное здание Я думаю То есть вот я не уверена Надо проверить Но Я думаю что это все-таки Да Цветное здание Может быть он сразу в цвете Я нарисовал Надо посмотреть То есть у некоторых еще работ Были отдельные Такие высококачественные Для косихона Особенно если рынка Такие вот здания Вот Так На чем мы остановимся То есть Сигера Медзуки Он вообще больше всего известен Да Как автор Гегегену Китаро То есть И история про Юкаев Если будете читать Собственно Бабушку Нон-Нон Да Там Дан приказ умереть Катя Рябова Замечательное послесловие Написала Где Про Сигера Медзуки Подробно рассказала Да Про его там жизнь Про работу И про творчество Ну Во многом Как бы Я считаю Что даже Сигера Медзуки Может с Тедзукой В чем-то так Конкурировать Да То есть Он такой Тут папа манги Тут отец Юкаев Он как бы Такую мистику Интересную Принес В принципе Сегодня же очень Даже до сих пор Популярна Юкаев Постоянно Не знаю В каждый аниме сезон Какое-то произведение Идет манги Вообще Куча Вот То есть Ну у него были тоже Видите работы Там Дан приказ умереть Это драма Все-таки То есть Который с Юкаями Не связан Ну вот Тедзука Саму Конечно Увидев Замечательный журнал Гара А надо сказать Что он вообще Ко всей этой гекиган К этой взрослой Скучной Так сказать Манге Невеселой Относился не очень Ну по крайней мере По тому Что можно найти В источниках Да Когда к нему Собственно Тацуми Пришел И сказал Что не хотите ли вы Посмотреть На наше Там Как мы там Живем Да В нашу студию По-моему Он пригласил Там кружок У них какой-то Был по гигага Тедзука сказал Что ну вы делаете Антимангу То есть Тедзука не считал Видимо тогда Что это вот Что-то такое Мангой То что они делают Является Но потом Его видимо Все-таки задело То что Появился Такой журнал Гара И он создал В ответ на это Журнал Ком И как он назывался Журнал для манго Элиты Еще по-другому Как под таком шоу И журнал Где вы можете Рисовать все Что угодно Опять же Чувствуете Да В Гара Вы могли тоже Рисовать все Что угодно Да То есть По сути Потому что там Как я сказала Не было Каких-то ограничений По жанрам Да По количеству Там даже страниц Не знаю Можно по Юнкому Рисовать можно было Сериальную манго Публиковать Можно ваншоты Здесь была та же история И В этом журнале В ком Это название у нас Произошло От Communication Да Communicate Такое От английского А здесь Собственно Начала публиковаться Главная манга О Саму Тедзаке Как он ее сам называл Да Вот такое За его жизнь Самое главное Это Жар птицы Да Хинотори Как раз там начинала В принципе В этом журнале Начинали Так Еще пораньше Это уже спойлер У твоего В этом журнале Начали тоже очень многие художники Публиковаться Которые потом Прославились Та же Такемия Кейко Про которую мы как раз В 70-е Будем говорить Тоже там была Ада Чи Митсуру Известный Своей мангой Про бейсбол Спортивными Тоже историю там был Вот И Очень интересно То что там был Такой уголок В этом журнале Который назывался Гуракон Не Гура В смысле Как ты Все не сказала Это Что там Эра Гура Да Нет Гура А не Гуро Гура Кон На конце А Нет Ну да Гура Гура Кон Да Не Гуракон А Гура То есть не фестиваль Гура Для любителей А именно Гура Давай фестиваль Гура Это был уголок Молодых авторов Которые туда присылали Свои работы То есть такие Самые первые Какие-то Вещи Которые они там Публиковали И по сути Вот этот Гуракон Уголок Он стал таким Предвестником Камикета Вот этого Самого большого Фестиваля Дадзинь Любительская манга Такой Пред Камикет Почему Потому что Вот этот Гуракон У него Были Такие отделения По разным Префектурам Японии То есть В каждой части Японии Был такой Кружок Который Создавал Свои Журналы И в них Как раз Новички Все публиковали Либо какие-то Они Публиковали Небольшие Такие Краздадзинь Книжки И многое Из этого Потом попадало Вот в этот Уголок В журнале Как раз То есть Такие были Отделения По всей стране Которые Потихонечку Потом Естественно Прикрылись Когда журнал Перестал существовать Ком Но он Перестал существовать Когда у Тедзуки Студия Обанкротилась Там был Такой момент У него Если его Историю Именно не манги А историю Тедзуки О самого В аниме Рассматривать Но тем не менее Журнал Успел себя Показать И сыграл Важную роль То есть Тоже Вот как Предкамикетом Таким Был В своем роде Что там Твой любимчик Мой любимчик Соответственно Лейзи Мацумото Достаточно Известный Мангака Он Начинает Свою историю Соответственно В 1953 Году С Путешествия Пчелки Вот такая там Митсубатсина Был Да Можно увидеть Маленькая Такая-то Манга Соответственно Он также Пытался Пойти В Содио Мангу Соответственно Тоже Не преуспел На этом Поприще Понял Что как бы Надо ему Вырабатывать Что-то свое И соответственно Вот у него Уже ближе К 70 Рисуется Манга Сначала Сексороид Это его первая Работа В принципе В стиле Научной фантастики В которой он Потом уйдет С головой И соответственно Там по-моему Всего лишь Пару томов Но он уже понял Что скорее всего Нашел он Свою эстезию Тут кстати Появляется Его вот эта героиня Уже видно По обложке С ресничками С длинными волосами Вот эта загадочная Секси-женщина Вот пожалуйста Да И соответственно Отакой Дон Там тоже используется Как на русском Это перевели Идеальный мужик Соответственно Рассказ про Ронина Как в Японии Называют людей Которые Студентов Которые пытаются Поступить Но не могут И пытаются И пытаются Хотя Ронин Изначально Другое тоже Имел ввиду Значение При самураях И соответственно Вот там Он использует Тоже такие моменты Которые будут Замечены В следующих работах И соответственно Уже сам по себе Вот такой Дон Как комедия Вот эта вот Захватывает читателей Но в итоге Лэйди Мацумото Завоевывает сердца Немного другим Космическими своими Но мы расскажем Об этом Следующие лекции Не будем забегать Вперед Ну хорошо Я сама хочу Много чего сейчас Рассказать Но я знаю Что нельзя Давай вот лучше Про Соответственно Есть еще Да Вот эти ребята Это Тетсуя Чиба И Асау Такамори Известны Не такой мангой Как Аштану Джо Джо Завтрашнего дня Думаю Многим Встречалось Так или иначе Многие видели Мемасы Там какие-нибудь Достаточно популярные Соответственно Опять же Как видите Это дуэт Один рисует Другой пишет И Сам по себе Тетсуя Чиба Который кстати Тоже начинал С Сёдзи Манги Да Соответственно Он еще В начальной школе Манго-клуб Сформировал То есть Ну вот Пятьдесятые годы Вот когда Все вот это Начинается Тезу Кабум Как говорится В конце шетидесятых То есть Вот как раз Когда Манга Аштану Джо Начинает выходить В Японии Были Соответственно Экономические И Ну Социальные Упадки И именно Вот эту атмосферу Они передают С моей Манги Что можно Заметить Читая ее Ну Да По одной страничке Конечно Ничего не поймешь Поэтому Советую Спортивная Советую Ознакомиться Потому что Вот сам по себе Джо Главный герой Он вот как Представитель Получается Низшего Класса Который борется Со всей Этой Несправедливостью И пытается Что-то с этим Делать И вот это вот Можно показать Что Как они Реагируют На все это И когда Один момент В манге Происходит Без Сколеров Фанаты Манги Выходят Соответственно Все В траурных Одеждах И тогда Достаточно Много людей Вышло На улице На улице Именно Да То есть Ну как бы Сейчас косплеить Нормально Это как Когда закончилась Роза Версаля Там тоже Люди выходили На улицу И кричали Но это позже Было просто А вот это Видимо Первая такая История Где Люди вышли На улицу То есть Это вот Настолько Как бы Фанатов Манги Можно так сказать Потрясло Из-за дела Что они Аж вот Такую Можно сказать Акцию Акцию Показали Что вот Мы вот Мы вместе И так далее Соответственно Ну народу Там Я не помню Сколько вышло То есть Было вот такое То есть Такое явление Она в общем Породила Такое явление Когда Фанаты Интернета Это не было На форум Не побежишь Никакой Обсуждать Что своих Любимых персонажей Концовку манги Поэтому все Побежали На улицу Как на форум В свое время Наспойлерили Что-то Да Вот В 64 году Впервые Проходит Такой Конкурс Новичков От издательства Каденса И По сути Формируется Такая тема Как школа манги Появляется система Школа манги Что это такое Да Вот до этого Вы говорили То есть Как новички В основном приходили Ну Сегодня мы увидели Что новички В основном были фанатами Тэдзуки Такие Ооо Тэзука сенсей Можно пожалуйста Работать Вашим ассистентом Они писали Тэдзуки Там присылали Он действительно Или он сам их находил Да И он сам находил Он просто действительно Очень часто Общался с фанатами И всегда замечал Им было интересно Других художников Посмотреть Да Что они делают И поощрял Всячески юных Начинающих Да Мангак Вот И в журналах Начинает появляться Вот эта школа манги То есть Это такие С одной стороны Как уроки Да То есть На конкурсе Ты можешь прислать Свою первую работу В журнал Если она понравится Редакторам Да Или жюри Они ее там Опубликуют Ну и как правило Напишут Что понравилось Что не понравилось В этой работе Какие слабые места То есть Если вы смотрели Бакуман Да Читали Помните там Все на джампе Там они все время Тоже посылали сначала На конкурс Чтобы посмотреть То есть Вот как сейчас Да В современности Используется система Вот Она по сути Появилась именно тогда Все за журналы Там еще Дальше дело пошло То есть Отдельные уроки От Мангак Вот А зарождалось Это все На самом деле Немножко заранее Опять же Журналы Которые были для девочек Да Литературные И позже Журналы манги Для девочек Там Появлялись Такие уголки Так сказать Рубрики Перерисуйте Эту картинку Так же Как художник Нарисовал И присылайте Нам эти картинки Кто лучше Больше всего Похоже Нарисовал Тому там Видимо Какой-то приз Или мы их Опубликуем И вот она Постепенно Эта система Появилась Получается Из таких Перерисовок Только уже В виде оригинальной Манги Которые в журналы Сылали И вот как раз Первую премию Заняла Матика Сатанака Получила Эту первую премию С мангой Портрет Кия В 64 году Собственно Кто у нас Там был недоволен Что мангу У нее во дворе В школьном Сжигали Это как раз Она дебютировала И позже Довольно-таки Известна стала Сколько она там Сказала 500 работ Мы сегодня Очень сильно удивились То есть Я думала Нарисовала Работ 20-30 Производительность Поражает На самом деле Действительно Если посмотреть На мангак Того времени Художник Они очень много рисовали Я уж молчу Про Саму Тедзуку То что мы Сегодня вам рассказали Копировальным столом Можно было пользоваться? Копировальным столом В смысле Который просвечивающий Ну что да Ты срисовываешь Вот так Я думаю Что да Может быть Кто-то такое придумал Если у него материалы были Но я думаю Что у детей Как бы не было этого Которого читали То есть В основном Вот эти журналы Где появлялись Перерисуют герои Это было для девочек маленьких Чтобы вы понимали Это в основном Были лучшеклассницы Даже вот Есть такой Чарт Можно сказать Кто читал Мангу По каким-то Пятидесят Это в основном Написано Ученики младшей школы Там очень мало попадает Взрослых Или подростков Прям ученики младшей школы Потом там как бы растет То есть с годами Постепенно начинает расти То есть почему у нас потом Кикига появляется Да вот уже В шестидесятых Потому что кто-то там Раньше почитал Да вот вырос Получается на манге Для детей И придумал Ага Сейчас мы сделаем По сути такой вот Прототип Сейнен манги По сути Сейнен То есть мангу Для взрослых И потом мы увидим Что действительно Как вот эти разные направления Они постепенно менялись Да таким образом Вот То есть я не думаю Что вот в этих журналах Было перерисую В пятидесятых Что там могли Они как-то придумать Этот стол Хотя может кто-то Так и изгалялся Но там же тоже легко понять Когда я начитерил Мне кажется Вот То есть такое вот Имело место быть И возвращаясь К Асаму Тензуки Опять же Мы сегодня только Вообще малую часть Его работ перечислили Он на самом деле Он вообще там Параллельно Он мог рисовать Очень много Во-первых Работ В разных тоже В разных жанрах И кстати То что он сказал Антиманга Да вот про Про Тацуми Про Гекега Он же потом Ведь сам начал Такую рисовать Через некоторое время Потому что у него Появились довольно-таки Мрачные сюжеты То есть он все-таки Тоже так По сути принял Да это Ну то есть Это был очень Производительный человек Сколько он всего нарисовал Вот Ну и Подытожив Наверное Да Надо сказать что 1 августа 1968 года Появляется Сеону Джамп Соответственно Сюэйса Выпускает Сеону Джамп Выбивая просто Первенство Потому что Если вот Мы говорили Про Сеону Сандэй И Сеону Магазин Они были Журналами Магазин Да Магазин 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 Все Пошли в магазин Соответственно Закончится река Соответственно Они были Скоплением Текста Там Картинок Прочего И соответственно Манги То есть все еще Не было чисто Чтоб манга Одна была Да И вот Тут как раз Пальму Первенцева Вырывает Сюэйси Выпуская 1 августа Первый выпуск Соответственно Сенэйн Джампа Где была Исключительно Манга И вот соответственно Там можно даже увидеть По-моему Спидегонщик Да Ну Мне кажется Что-то рановато Почему Он же как раз В те времена Где-то выходил Я тоже не вижу Соответственно Что он изменился За лето Спидегонщик Конечно Извини Наел Не так по-моему Выглядит совсем Соответственно Они выпускают Уже Конкретно Сериализацию То есть Сериальная манга Стория манга Которая Продолжается Из номера Получается В номер Но тут Вот в этот Первый номер Нужно сразу сказать Что Вот тут я Сейчас как раз Разглядела Написано Что Зен бу манга Зен бу юмикири То есть юмикири Там ваншоты В первом номере Были только напечатаны Тут пока еще Сериальная манга Не началась Да Но Видимо Как первый номер Такой Видишь Он не похож Что-то Ику гуглит Внимательно Что неужели Да 66-й год 68-й Может быть Он просто Уже потом Отправил Это уже Его сын Просто Не Ну потом Посмотрю Что-то Замагу Это Это не может Быть он Потому что Это ваншот Видишь Там написано Юмикири Тут только Вот В общем Ику очень хочет Доказать Что-то Спидигонщик А я говорю Что нет Я хочу Выяснить Ты не спидигонщик Вот Думаю Выясним Ну хорошо Хорошо Давай потом Выясним Вот И наверное Сейчас тогда Будем уже Мы заканчивать Да Опа Надо Опять в японской Википедии Да Следующая у нас Лекция будет Получается Твою пятницу День в России Представляешь Против 70-й Будем рассказывать Даже 12-го Да Извиняюсь Вот То есть Как бы В то же время В 7 часов Только 12-го числа Про 70-е Где Именно Такими Окей Как уже появляется Как раз Рюка и Кеда Айдзуми салон Это то что По сути Таким продолжением То что мы Сегодня рассказывали Да Про такие высоты И Многие Новые направления Жан То есть там Где манга Уже Как говорится Подросла И Пошла Еще более Большое количество Журналов Вот Так что Будем вам всех Ждать Там Если есть еще Какие-то вопросы Возможно Можно их сейчас Еще быстренько Задать Да Мы читаем Комментарии Спиди Гонщик Да Ну кстати Что самое интересное Вот Аниме по Спиди Гонщику Было раньше Чем Джамп Поэтому Может быть Это какая-то Пародия на Спиди Гонщика Слишком Явные Ну не знаю Мне кажется Тогда были популярные Вообще Гонки Поэтому Да Уже отвечали Что запись стрима Будет Да Запись стрима Будет Уже говорили Правда Я вырежу Вот это То что Там в конце Сказанула Потому что Сегодня я сказала Ну-ка Держать себя в руках Я продержала До самого Конца Да Так что Можно будет Потом посмотреть Вот Ну ладно Может фанфик Я думаю Что тогда Это Это просто Другая манга Ребята Найдем Да Потом скажем Что это было Самим интересным Вот Спасибо всем большое За внимание Будем снова вас ждать А с какого произведения Лучше начать знакомиться С мангой 60-х годов А это все зависит От того Какой жанру Вы больше любите Наверное А мне кажется Что можно Вот как раз Попробовать читать Осаму Тэззуку Кстати Осаму Тэззуку Он никогда Он не теряет Актуальность Как бы и сегодня Про то что я говорила У него Очень много работ В разных жанрах И просто нужно посмотреть Да Что вам больше нравится Научная фантастика Там комедия Не знаю Там психология есть Есть тут мрачные Прямо всякие вещи Да Есть детская Тут можно посмотреть Вот Ну и 60-х Если там нравится Еще знаете Есть такая проблема Что очень много Ретро-манги Она просто Ее нет в переводе То есть Приготовьтесь к тому Что ее читать Придется еще и на японском Возможно Да Но вот кроме там Каких-то таких Вот прям Очень известных работ Потому что даже У очень известных мангак Не все к сожалению Работы вот прям Переведены Да Вот Поэтому Вот Хиде Камидзуна Про которого я сегодня говорила Исинамори Ситаро Да У него тоже интересная работа В принципе Вот кого назвали Если детская манга Комедийная Интересно посмотреть То Кстати Тот же Доро-эмон Он отлично читается И взрослыми Он довольно-таки смешной И сегодня даже тоже актуальный Вот Оказывается Харенчик Дакуин Тоже из Джон Да Так Ну и следующая лекция 60-е, 70-е Нет Следующая лекция уже 70-е Просто 70-е Сегодня были 50-е 60-е Да Ну вот Ладно тогда Спасибо большое Будем вас снова ждать Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...